Пообщаемся с Владимиром Баллиным, вице-президентом Ассоциации международных автоперевозчиков. Владимир, здравствуйте, как всегда рады приветствовать вас в наших эфирах. Доброе утро. Добрый день. Давайте сразу же обговорим новость, которая сейчас очень, как нам кажется, актуальна. Польские перевозчики, которые через суд добились права продолжать блокаду КПП Дорогузский-Ягодин, Ягодин планирует возобновить ее со второй половины дня понедельника. Говорится, что это случится в 14.00 сегодня. Скажите, пожалуйста, вот ваш экспертный анализ, что сейчас происходит на этом КПП? Ну, сейчас движение есть. К сожалению, движение на экспорт лучше, значительно на импорт хуже, потому что пункт пропуска на украинской стороне забит машинами, которые приехали туда без документов и ждут, пока сейчас проснутся брокеры и их оформят. Это существенно затормозило движение импортной машины, к сожалению, и это наша вина. Сложно обвинять поляков. Теперь то, что происходит. Значит, во вторник ГМИН принял решение, озвучил его полякам, что забастовка прекращается. Значит, польская сторона подала новое заявление о том, что с 18 декабря по 8 марта новое заявление на забастовку, которым ВУИД отказал. И именно этот отказ рассматривался в суде в пятницу, и, к сожалению, суд принял сторону забастовщиков. Значит, сегодня действительно в 15 по нашему времени, возможно, начнется забастовка. Я надеюсь, что этого не произойдет по трем причинам. Первая причина. Значит, у нас есть договоренность с польской стороной, и мы убедили на прошлой неделе Министерство инфраструктуры, что забастовка не снята на всех пунктах пропуска, а снята на Дорогуську только силовым методом с нашей стороны, то есть юридически принятые решения, которые остановили забастовку. Несмотря на это, пойти на сторону польской стороне и сделать еще одну вещь, которую они очень хотели. Что они хотели? Они хотели на Игрене и на Корчевой, на Игрене и на Краковце, отдельную электронную очередь на пустые машины и отдельный паз. Так вот, в субботу вечером Министерство инфраструктуры Украины, не знаю, как на Украинском, наверное, Министерство восстановления на русском виде даже, Минвидноване, для меня это вообще Министерство транспорта, но то такое дело. Так вот, они опубликовали, что сегодня началась регистрация пустых машин в электронной очереди на Ягодине, и со среды такие машины могут ехать. Почему со среды? Потому что те машины, которые в очереди, должны выехать, объективно, чтобы не перерегистрироваться. Кстати, сегодня на 7 утра очередь на Ягодине была чуть больше одних суток на выезд с Украины. Мы доносим до наших коллег-перевозчиков и до тех, которые бастуют, хотя они тоже, наверное, коллеги, доносим, что, в принципе, если сейчас они разблокируют границы, то они увидят все улучшения, которые произошли по электронной очереди. И, скорее всего, у них уже не будет к ним нареканий. Единственное, что с 1 января обещали нам еще Министерство сделать, что мы будем видеть не только номер машины полностью, как мы уже видим, а и индивидуальный номер очереди, время и дату, когда машина зарегистрировалась в очередь. Это, по нашему мнению, сделает невозможными любые манипуляции. Но, во всяком случае, мы так это пока видим. Теперь следующий пункт, почему я надеюсь, что они сегодня не заблокируют. То есть мы сделали шаг на встречу очень серьезно. Они сегодня встречаются именно на Рангузске с своим новым министром. Это уже вторая встреча. И мы понимаем, что от того, как произойдет эта встреча, тоже будет решаться вопрос, поедут они бастовать или не поедут. Плохо, что на эту встречу не приглашают нас, но надежда есть, потому что встреча первая была, и мы знаем четко позицию господина Тузка и всех его министров, что забастовку надо прекращать. Что они взамен пообещают забастовщикам? Будет ли это для нас возможным для принятия? Но посмотрим, чуть позже будет решаться вопрос. И третья позиция. Мы в субботу в очередной раз встречались с перевозчиками польскими, с их ассоциациями. Для них очень важно, чтобы Бугрынин-Долгобучев, это новый пункт пропуска, который 4 декабря начал работать для пустых грузовиков, чтобы там не ехали украинские машины. Они ставят нам вину, что сейчас очень много украинских машин, очень много недовольства со стороны местных жителей в районе населенного пункта Долгобучев. И они вообще ставят вопрос перед своей властью закрыть этот пункт пропуска. Мы, конечно, лично я полтора года добивался того, чтобы этот пункт пропуска открылся для грузовиков. Надеюсь, что когда-то там можно будет ехать и грузовиками с грузами, очень на это надеюсь. Для этого, конечно, надо кое-что сделать с инфраструктурой дорожной в Украине и в Польше. Кстати, пункт пропуска готов для этого. Там ничего делать не надо. И там, кстати, и происходят контроли все на территории Польши, потому что пункт пропуска тоже находится на территории Польши. То есть это первый большой шаг в том, что все к совместному контролю. Так вот, мы попросили в субботу вечером, и вчера это просили, чтобы наши украинские перевозчики воздержались сюда от поездок. Мы не можем этого юридически запретить, но мы можем просить. Это даст нам большие плюсы. Если у нас существенно сократится количество машин на Украине и Долгобучев, в среду забастовщики пообещали вообще снять все блокады, как минимум до 1 февраля следующего года. Значит, и кроме этого, такое неофициальное четвертое у меня есть убеждение, что в принципе они, конечно же, хотят до праздников поехать все домой. И мы тоже очень хотим, чтобы наши водители вернулись до праздников в Украину. Кроме этого, уже сегодня, вчера вечером заработали определенные договоренности на Гребенном и на Корчевой, с 19 на Корчевой, с 21 на Гребеной, полиция начала забирать и выводить на границу по 10 машин. Фактически, для Равы Русской, где нормативное количество машин 300 машин в сутки, если взять 240, которые заберут с очереди, и какое-то количество гуманитарки, которые обещают четко возить без очереди, единственное условие, что документы должны быть правильные, иначе будет штраф 12 тысяч злотых и возврат в конец очереди, значит, то в принципе это почти нормативная ситуация. На Краковце это половина от того, что по нормативу он должен брать, но если сказать честно, взять статистику, больше 300 суток он давно и не брал, не берет и не знает, когда он сможет его брать. Поэтому на сегодняшний день, если такая-то история, дай бог сегодня мы добьемся, что она будет на шагане Медека, то там практически у них 250 норматив на сутки, то есть практически, тем самым у нас пункты пропуска заработают почти в штатном режиме. Поэтому есть понимание, есть определенные точки соприкосновения, конечно, их надо дорабатывать так, чтобы мы были готовы, моральные перевозчики украинские, для того, чтобы власть наша приняла соответствующие решения на нормативном уровне, чтобы мы их реализовали. Но ничего сверхъестественного от нас не просят. В принципе, по электронной очереди очень много сделано, еще раз повторюсь, и с 1 января до 1 февраля в любом случае это почувствуют польские перевозчики. Что касается возврата к дозволам, мы категорически стоим против, и категорически поляки понимают нашу ситуацию и просят нас предложить варианты решения этого вопроса. И мы над этим будем до 1 февраля в формате рабочей группы, которую мы фактически уже создали, в которой есть только представители бизнеса, модерируют ситуацию Федерации работодателей Украины и ТП Украины с нашей стороны, с польской стороны объединение предпринимателей и работодателей ЗПП. Мы им очень благодарны за то, что было уже эти две встречи, и фактически мы идем, скажем, на встречу друг к другу. Это очень тяжело, эти переговоры, очень много разного непонимания. Возвание последнее из нашей и с их стороны было снять все эмоции, откинуть политику и попробовать договориться на профессиональном уровне. Вот этим мы сегодня практически и занимаемся. Скажите, пожалуйста, Владимир, как дорого... Извините. Как дорого Украине обходится каждый день вот этого простоя, блокады? Какое вообще влияние на экономику события на границе уже оказали? Их нельзя, наверное, считать катастрофическими, но тем не менее это убытки. И можно ли говорить о том, что если проблема не будет решена, то, возможно, какой-то дефицит образуется? Расскажите об этом. Ну, во-первых, по убыткам. На сегодняшний день, я думаю, что уже больше миллиарда евро Украина потеряла. К сожалению, для Польши больше, значительно больше потеряла сейчас Польша. Потеряли европейские страны. В первую очередь страны Балтии и другие страны. И убытки колоссальны от этого процесса. Будет ли дефицит, я в это не вижу. На сегодняшний день товар, который относительно дефицитный, он везется через другие пункты пропуска, в частности, Словакия, Венгрия, Румыния. И я вам скажу, сегодня мы стратегически, наши производители теряют, потому что их клиенты ищут производителей в других странах, тоже Польша, например. Но и при этом Польша это теряет, потому что те товары, которые сегодня ушли с польских портов в Констанцию, в моем понятии туда уже не вернулся. И плюс ситуация на границе Украина-Румыния, и в том числе Украина-Молдавия-Румыния, фактически там реально идут вопросы расширения, есть планы на строительство новых пунктов пропуска, есть факт модернизации, есть уже запущенные пункты пропуска. То есть эта работа идет постоянно. То есть мы говорим сегодня до забастовки, 50% наших машин ехало через Польшу, это правда. Но если ситуация будет критическая и дальше, то поверьте мне, все эти товары спокойно поедут через другие границы. И я думаю, что другие страны, ну прежде всего Румыния, которая сегодня не говорит о том, что верните нам до злова, не ущемляет наших водителей, слава богу. Она работает в рамках, как и работала до забастовки. В отличие от Венгрии и Словакии, которые время от времени усложняют нам жизнь. Ну я имею в виду нашим перевозчикам. Экономика не остановится, она перестроится. Логистика будет дороже, автомобильная, железнодорожная логистика будет дальше развиваться. Я думаю, до перекрытия железных дорог не дойдет. Но, честно говоря, меня немного удивляет позиция польского правительства и польского бизнеса, почему они до сих пор активно не противодействуют забастовке. Потому что на самом деле они тратят намного больше, чем нас, чем мы. Поэтому, повторюсь, я не вижу проблемы с дефицитом. Но я вам скажу о своем том, что нам валит топливо. Большинство поставок топлива так или иначе все равно идет железнодорожным транспортом. И это объективно. Если говорить о зерне, об экспорте это важно. То, скажем, минимум в три раза железная дорога дешевле, чем автомобильный транспорт. Поэтому на сегодняшний день и топливо, и зерно, которое мы активно возим, и будем возить, скорее всего, через другие границы. И Польша откроется будем возить, потому что мы берем Польшу, у их производителей, у того же Орлена, берем топливо и везем в Украину. То есть, кто от этого пострадал, непонятно. Дефицита топлива сегодня, слава богу, нет и не будет. Во всяком случае, от этой забастовки так точно. Но рынки переориентируются, они уже переориентированы. И это самая большая проблема, как мне кажется, для польской стороны. Владимир, знаете, что еще хотелось бы сказать? Конечно же, можно говорить про экономику, вообще про поведение польской стороны. Но очень важно помнить, что там на украинопольской границе находятся украинские люди, украинские водители. Вот страшная новость очередная, что возле пункта пропуска польско-украинской границы Корчева-Карковец, где польские перевозчики также блокируют границу, умер уже третий украинский водитель. Это очень важно озвучивать нашей аудитории. Скажите вообще, пожалуйста, в каких условиях сейчас украинские водители, есть ли возможность им помогать? Знаете, я каждую свою поездку в Польшу, а я практически каждую неделю сейчас езжу, вынужден ездить. Сначала мы встречались в бизнесу польскому через прессу, потом дважды встречались уже с перевозчиками. Значит, конечно же, заезжая к нашим водителям, смотрю в каких условиях, и скажу честно, на Корчевой, там не на той стоянке, где произошло, а рядом, когда мне после долгих наших дискуссий водители спросили, чем вам помочь, я сказал, ответьте мне на простой вопрос. Вы готовы к возвращению дозволов? Мне говорят, нет, мы готовы тут жить. Мы помним, как Польша над нами издевалась, когда были дозвола, когда они заканчивались, поэтому делайте все возможное, чтобы дозвола не вернулась. Это правда. В каких там условиях живут? Конечно, они живут в кабинах, конечно, условия там минимальные, но кроме Корчевой нигде нет душа, о чем можно говорить. Значит, по питанию основной спонсор этих мероприятий, я хочу, чтобы это все знали, это перевозчик. Перевозчик переводит деньги на карточку водителя, и водитель идет и покупает то, что ему надо. Кроме этого, в том числе я видел лично, как привозят газ для автономок, для приготовления еды, то есть все это происходит. Значит, конечно, приезжают волонтеры, кормят горячей едой, в частности, на Корчевой два раза, но ситуация по последнему случаю по смерти, знаете, у нас, к сожалению, 56 лет, 54, этот случай человеку было 38 лет. 40 минут ехала скорая. Скорая не довезла его до больницы. Это, конечно, трагедия не только для семьи, для всех нас. И мы понимаем, что с этим надо что-то делать. И это прямое указывание на то, что на самом деле основные права водителей там не защищены. Что значит 40 минут ехала строгая? Скорая. Но мне это непонятно. Это что, не люди? Тем более их там много. Тем более местная власть нам обещала, что будут и скорая, и полиция. Полиции, поверьте мне, там хватает. Более чем. Я заезжаю на территорию Польши, я не вижу забастовщиков на границе. Только машины стоят, их палатки, все. Полиция регулирует все движение. Как только гмина Дарахуйска отменила забастовку, полиция тут же начала регулировать наших перевозчиков. И в том числе там фура заблокировала поперек дороги, поставили фуру, начали обводить нашу машину вокруг той фуры. Ну, правильно это неправильно, мне сложно сказать. Но в Словакии, я вам скажу, когда была первая забастовка реальная, перекрыли дорогу, то полиция ночью просто взяла, деблокировала дорогу, взяла этого организатора, который был в машине, посадила в катавашку и все. Ну, так должна действовать власть, когда перекрываются пункты пропусков. Единственная дорога, которая туда ведет, Польша фактически сегодня подвержена тому, что, скорее всего, финансовые санкции еще за это приведут, именно государство. Они с местной властью и со своим перевозчиками не могли ничего сделать. Ну, имеем то, что имеем. К сожалению, ситуация такая. Конечно же, жизнь и здоровье это важно. Поэтому мы готовы сегодня на непопулярные меры. Мы это делаем. Наша задача до праздников водителей вернуть семьи. Что ж, надеемся, это получится у вас. Желаем успехов. Владимир Балин, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков в нашем эфире. Благодарим. Продолжение следует.